Джексон Ривз всегда был человеком, который любил делать что-то своими руками. Вдохновленный идеей обустроить свой двор, он решил взяться за масштабный проект, который, по его мнению, изменит не только его участок, но и его жизнь. Соседи, наблюдая за его действиями, начали перешептываться и думать, что он сошел с ума. Но Джексон был настроен решительно и знал, что его план был амбициозным. Он приобрел 20-футовый контейнер для перевозки грузов и установил его в заранее подготовленную яму. Контейнер был плотно закрыт и установлен на прочную бетонную основу, что придавало ему необходимую устойчивость. Джексон задумал создать подземный бункер, который мог бы служить не только хранилищем, но и безопасным местом для отдыха. Для обеспечения безопасности он установил дренажный насос и вентиляционные отверстия, чтобы избежать накопления влаги и обеспечить приток свежего воздуха. Работа шла полным ходом. Джексон установил бетонные ступени, чтобы обеспечить удобный доступ в бункер и проушины для дополнительной устойчивости конструкции. Крыша бункера была укреплена металлическими листами, что придавало ей дополнительную прочность. Джексон создал грандиозный вход с арматурой и вентиляционными отверстиями, который выглядел внушительно и привлекал внимание. Он также позаботился о том, чтобы пространство вокруг входа было заполнено качественным грунтом, что придавало всему проекту завершенный вид. Бункер был готов к использованию и мог служить для хранения вина, бурбона и других ценных вещей. Джексон не только вложил много сил в строительство, но и начал делиться своими советами по безопасности и строительству бункера с соседями и друзьями. Он также предложил добавить навес над входом, чтобы защитить его от непогоды. В 2017 году интерес к строительству бункеров в стране значительно возрос. Джексон потратил около 12,5 тысяч долларов на свой проект, что он считал разумным вложением. Он заметил, что многие люди обращаются к специализированным компаниям для строительства бункеров, и это стало настоящим трендом. В США начали появляться планы по использованию списанных военных бункеров для гражданских нужд, и многие из них можно было арендовать за небольшую плату с возможностью дальнейшего улучшения. Интерес к бункерам рос. Если в 2011 году было продано всего 10 бункеров, то к 2019 году этот показатель значительно увеличился. Бункеры, создаваемые специализированными компаниями, предлагали уют и комфорт, что делало их привлекательными для клиентов. Многие из них были бэби-бумерами, которые помнили угрозу ядерного или ракетного нападения и стремились быть готовыми ко всему. Джексон, наблюдая за растущим интересом к своему проекту, чувствовал гордость за свою работу. Его бункер стал не только практичным помещением, но и символом готовности к неожиданностям. Он понимал, что его усилия не прошли даром, и, возможно, он стал пионером нового движения в своем районе, вдохновляя других следовать его примеру. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного. Субтитры сделал DimaTorzok